И снова мы в студии, снова мы продолжаем разговор о патологии бронхолёгочной системы. Мы с вами говорили о том, что есть заболевания, которые могут проявляться таким свистящим дыханием и сухим кашлем. Но кроме этого, бывают редкие заболевания, а сейчас более редкие, но они могут быть. Например, состояние, связанное с так называемой анофилоксией, то есть резко аллергической реакцией определяется это очень просто. Если, скажем, ребёнок был здоров и вдруг начало цвести, скажем, амбрузия, ребёнок вышел, прошёл рядом с кустом и вдруг резко закашлял, стал задыхаться, появились хрипы и так далее. Здесь надо просто избавить его от аллергена, нужно увести от этого места и дать что-то противоаллергическое. Может быть, какие-то противоаллергические препараты или противоаллергические травки. Значит, следующий момент, который вам нужно знать, это так называемая аспирация народным телом. То есть, когда ребёнок что-то глотает и попадает не в то горло, состояние тоже требующее экстраординарных мер. И об этом подумать нужно тогда, когда вот ребёнок сидит и играет, абсолютно здорово, без всяких, и вдруг начинает резко задыхаться, резкое затруднённое дыхание, сухой кашель и так далее, и так далее, синеет даже. Здесь нужно очень быстро сориентироваться, его нужно перевернуть и потрясти. Вот, и чаще всего выпадает вот это вот инородное тело из бронхлёночных путей, и всё очень быстро восстанавливается. До сих пор мы с вами говорили о первом шаге, о так называемом распознавании, что есть, а теперь мы переходим к шагу второму, который звучит примерно так. То есть, ваша задача на втором шаге – оценить серьёзность приступа. И вот, давайте быстренько попытаемся усвоить, как же мы будем оценивать приступ по степени тяжести, и, соответственно, принимаем меры. Итак, лёгкая степень тяжести приступа – это когда у ребёнка нет возбуждения, нет чувства тревоги, с ним можно спокойно говорить, вот, он сидит, вот, как бы, да, нет каких-то дополнительных мышц, участвующие в акте дыхания, не перегружены, и работают на дыхании только межрёберные мышцы и мышцы диафрагмы. Значит, умеренная степень тяжести – это когда у ребёнка нет возбуждения, но начинает затрудняться речь, ему уже тяжело говорить, начинает душить кашель на разговоре. Значит, он сидит, и увеличивается частота пульса, и ребёнок начинает дышать чаще, гораздо, чем обычно, и уже в акте дыхания участвуют мышцы, дополнительные мышцы шеи. И посмотрите, вот эти ямки, они начинают западать, ямки надключичные. Да, когда ребёнок вдыхает, там образуется провал такой, да, то есть эти мышцы шеи начинают участвовать в акте дыхания, что в норме не бывает. Тяжёлая степень тяжести – это когда ребёнок сидит, сгорбившись вперёд, иначе ему тяжело, он не может договорить два-три слова подряд, то есть после каждого слова возникает приступ кашля. Вот, он начинает задыхаться, и вот начинает возникать беспокойство. И так называемая критическая или жизнеугрожающая степень тяжести, когда возникает сонливость или спутанность сознания, то есть ребёнка разбудить очень трудно, он слабый, ему всё время хочется спать, он дышит практически всем телом, все мышцы участвуют в акте дыхания, ему не вздохнуть, грудная клетка вообще не проводит, да, даже если вы ухом приложите к грудной клетке, вы не услышите никаких звуков в акте дыхания. Появляется синюшность, особенно важно цвет, так называемого носогубного треугольника. Вот этот вот участок, он становится синим постоянно, то есть независимо от дыхания, от нагрузки, он просто синий. Ну вот, ну и, как бы, да, вот мышцы, они не могут осуществлять глубокое дыхание, то есть при всём при этом дыхание становится поверхностным. Поэтому, и вот здесь вы должны очень чётко среагировать. Это состояние, оно критическое, оно требует быстрых реанимационных мероприятий, и чаще всего вы должны вот вызывать, даже не просто скорую, реанимационную бригаду. И, конечно, лучше всего, когда мы до этого не доводим. Значит, если у ребёнка такие состояния довольно часто возникают, и вы знаете, что у ребёнка, ребёнок склонен к проявлению таких состояний. К сожалению, если это случилось первый раз, будьте насторожи, это будет случаться дальше, причём всё чаще и чаще, и провоцирующими факторами будет не только вирусная инфекция, но и стрессы, и какие-то аллергические реакции, и какие-то нарушения в режиме сна, бодрствования, питания ребёнка, то есть довольно часто может возникнуть даже на фоне. Так вот, в этой ситуации вам необходимо просто иметь определённые приборы дома, например, ингалятор, который заправляется какими-то противоаллергическими действиями. Некоторые ингаляторы в очень тяжёлых случаях, когда развиваются очень быстро, бывает, заправляются их гормонами. Это, конечно, не лучший вариант, это применяется исключительно по жизненным показаниям, и при использовании таких вещей нужно обязательно советоваться с хорошими специалистами, которые не, как бы, ну, не... Лишь бы сказать это, регулируют вам лечение, а понимают, что они делают. Вот здесь очень важно использовать. Значит, и шаг четвёртый, который вы должны сделать в дальнейшем, это регулировать лечение в зависимости от тяжести приступа. Вот что мы говорили, когда приступ имеет достаточно лёгкую степень, вот, и здесь не надо ждать. Очень важно начать лечение вовремя. И тогда мы можем ограничиться буквально домашними средствами. Вот сейчас несколько рецептов таких средств я вам расскажу, таких приёмов. Ну, вот первое мы поговорили, это ванна. Второй рецепт я довольно часто рекомендую. Вы отвариваете картошку в мундире, нечищенную сливаете воду, в эту картошку вы насыпаете сухую траву, которая снимает бронхспазм. Таким травам относятся эвкалипт, девесил, крапива, очень хорошо, подорожник, вот, и те, кто живут в таких регионах, где есть эти травы, я вам советую настоятельно, в экологически чистых местах, ну, не у дорог там и так далее, просто эти травы иметь дома, насушить и иметь в близкодоступном месте, чтобы их можно было использовать. Итак, после того, как вы сольёте с картошки воду, вы насыпаете туда сухую траву, всё это делается без воды, и начинаете дышать с ребёнком. Иногда рекомендуют залезть под одеяло, но это зависит от возраста, если ребёнок понимает, если не боится, можете залезть с ним, чтобы не обжечь. А так можно просто поднести его к кастрюле. Иногда это делают в широком чайнике с носиком, а к носику делается такая бумажная воронка, ну, вот, просто, да, вот эта вот такая группа, она вставляется, вот этот узкий край в чайник, да, и вот в эту воронку можно спокойно дышать, эффект будет хорошим. Таким образом, вы снимаете бронхспазм. Кроме того, если ребёнку стало легче, но такой свистящий элемент ещё сохраняется, я могу рекомендовать вам следующую процедуру. Вы отвариваете крупную крупу. Рис, перловка, ячневая крупа хороша в этом деле. Вот. Отварите кашу. Ну, на воде не надо молока добавлять абсолютно. Варите кашу. Когда крупа разваривается, вы складываете её в мешочек. Лучше всего даже, если это мешочек матерчатый. И привязываете прямо на одежду между лопатками ребёнка. И крест-накрест обматываете его шерстяным платком. И ребёнок будет с такой горячей спиной ходить. Обычно тепло держится в районе 2-3 часов. Это хорошее глубокое прогревание. Оно даёт возможность снять отёк гортани. Это как раз район лопаток примерно. Но делать это не в острый период. Когда вы сняли остроту, когда дыхание более-менее восстановилось, но хрип и сухость ещё держатся, вот это можно применять. Вот такое прогревание. Оно даст хороший эффект. Ну, и кроме этого, можно ещё вот те травы, которые я сказал, заваривать и просто поить таким очень тёплым раствором буквально по 5-6 столовых ложек, ну, где-то через каждые 2-3 часа до полного выздоровления. И убедительная просьба. Не считайте, что если ребёнку стало лучше, а вот сухой кашель держится, не считайте, что он здоров. И это остаточное явление. Его можно отправлять там в садик, в школу, на улицу и так далее. Ничего подобного. Поэтому очень быстро может вернуться. Поэтому добейтесь полного выздоровления в этой ситуации. И вот следите за ребёнком. Вот если будут вопросы, пожалуйста, я готов на них ответить. А мы на этом с вами прощаемся. Я надеюсь, вы почерпнули для себя, даже если всё в порядке, будете знать, как, не дай бог, что-то случится, как себя вести. Надеюсь, что это останется чисто теоретическими знаниями. Ваши дети будут здоровы, счастливы вместе с вами. И на это, чего я вам искренне желаю. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok